Плавные движения по тихую, спокойную музыку. Так старшее поколение видновчан познает науку восточных мудрецов. Сейчас погода позволяет проводить занятия по цигу на открытом воздухе. Китайская гимнастика проводится в Центре социального обслуживания Вера в рамках программы Активное долголетие больше года и стало очень популярным направлением. Недаром наша настройка на занятия начинается с внутренней улыбки. Так вот эта внутренняя улыбка через час занятий озаряет всех вокруг и нас тоже. Поэтому для нас цигун – это гармония души и тела. Инструктор по цигун международного класса Светлана Шевченко рассказывает, смысл этой гимнастики не в сложности. Ее основная задача – усилить общий поток энергии во всем организме. Это те люди, которым эта практика необходима. Потому что не нужны коврики, не нужно садиться, вставать. Это очень тяжело таким людям 60+. Проверить полученные знания и умения на практике участники программы отправились на Всероссийский открытый фестиваль оздоровительного цигун в Красногорск. То, что мы увидели там, вживую, общение, музыка, атмосфера, ну, шикарное. То есть мы вдохновились. Теперь мы хотим больше комплексов изучать, новые комплексы изучать. Их там оказывается много. Мы-то думали, что их только раз, два, три и все. А их оказывается очень много. Главная задача наша была, конечно, выступить в едином духе, чтобы это было вот единое, чтобы прониклись люди, которые на нас смотрели, и мы в том числе. Команду из десяти человек назвали «Видновские долголеты». Капитаном был избран Константин Исангильдеев, так как он единственный мужчина, посещающий занятия по цигун. Несмотря на то, что состав участников был сильный, наша команда выступила достойно. Мы заняли второе место, познакомились с новыми людьми. Татьяна Крыкова занимается китайской гимнастикой всего один месяц, но также решила попробовать свои силы в соревнованиях. Я пришла сюда по состоянию здоровья сначала. С позвоночником были проблемы. Месяц отзанималась, мне уже легче, мне уже веселее. Меняется настроение. И вообще оздоровительные гимнастики, они международные. Поэтому цигун сейчас китайская, она помогает, и она не перенапрягает, и в то же время мышцы все работают. По итогам фестиваля «Видновские долголеты» заняли второе место в групповом зачете. Но на достигнутом останавливаться не собираются. Пока освоен только комплекс упражнений для начинающих. Но многие активные участники настроены изучать и более сложные техники цигун. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.